Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Вита, и сегодня я вам поведаю о самых неудачных, неуспешных, провальных продуктах 2023 года. Все, конечно, естественно, мое мнение, так что давайте приступим. Я прошлась по всем своим видео и составила список продуктов, которыми я была недовольна. Также посмотрела по полкам, что там где-то у меня было. Я живу в США, у меня есть возможность возвращать продукты, и моя политика такова. Если это тон или консилер, то я никак не смогу этим пользоваться, и я просто как бы это возвращаю. Если это какие-то цветные продукты, там палетки, тени, румяна и так далее, то я чаще всего это оставляю, потому что раз в год, может быть, я этим попользуюсь. Мне всегда очень неудобно возвращать косметику, поэтому я вообще избегаю этого момента. Поэтому некоторые продукты будут картинками, я буду их вставлять, потому что продукт либо я выкинула, либо я вернула. Это видео также можно назвать подарки врагам, врагиням. В общем, я вам сейчас советую составить список всех людей, которые причинили вам боль, либо какие-то неприятные моменты были с ними связаны, либо просто хотите кого-то пожурить. Значит, составляем список длиной в жизни бессмертной медузы, и можно выбирать, что кому дарить. Итак, подарки врагам. Первый подарок врагу я вам советую взять тон от KVD, который называется New Apple. Я не знаю, зачем я взяла этот тон, он вышел в начале прошлого года, и это был провал. Это был полный провал, это тон с полным покрытием, он настолько сушил мне лицо, там была просто пустыня Сахара. У меня комби кожа, у меня в принципе кожа жирная, но и обезбоженная, соответственно, я вот здесь жирная, вот здесь я сухая. Поэтому вот тут вот все лежало непонятно какими-то кусками, клоками. В общем, если вам интересно, то посмотрите на все эти продукты, к сожалению, есть обзоры на моем канале. Не зря я страдала, чтобы вам показать, чтобы вас уберечь от покупок. Кому дарить этот тон? Врагам с сухой кожей. Если у ваших врагов есть шелушение, вот кожа такая, знаете, там непонятно, может быть обезвоженная, либо они живут в сухом климате, вот, пожалуйста, дарите им. Я думаю, что их это разочарует, и выглядеть они будут ужасно. Следующий тон, который мне не подошел, это тон Valentino. Я его взяла на радостях, потому что я, в принципе, поддерживаю бренд Valentino и слежу за их новинками, но вот этот тон мне не подошел, тоже он мне что-то там подсушивал, короче, лежал не очень. У меня очень много критериев вообще, которым должен соответствовать тон, чтобы он мне понравился, потому что у меня, как я уже сказала, есть и сухие участки на коже, у меня сейчас есть экзема на коже, то есть там все должно выглядеть хорошо. При этом у меня есть поры, какие-то расширенные моменты, у меня очень жирная кожа вот здесь вот в центре лица, она разъедает просто там все, что можно и что нельзя, поэтому я считаю, что я вообще идеальный тестировщик тонов, потому что если что-то может пойти с тоном не так, то это обязательно случится на моем лице. Я как бы горжусь таким моментом, знаете, а что? Вот, ну, как бы, ну, вот, такой у меня талант, понимаете, все проблемы на коже собрала. Итак, что? Валентина мне не понравилась, в общем, вернула я его тоже, потому что он как-то не так на мне сидел, и тоже мне подсушивал кожу, в общем, короче, не очень он мне зашел, и как-то разочаровалась я в нем. Кому дарим? Точно так же дарим врагам сухой кожей, на них будет лежать коркой, будет видна текстура, будет видна сухость, вот, как бы, в тот же список. Добавляем, вот, а тон от Makeup by Mario, вообще он мне не подошел, дарить его, я советую людям с жирной кожей, потому что он настолько сияющий, и это сияние никуда не уходит, что если вот у кого-то жирная кожа, то будет вообще просто пипец на лице, будет каша-малаша, вот тон будет плавать в жире, и никакой пудрой это не припудрить, то есть это ничем не убрать, это шарманка вообще долгоиграющая, поиграющая по поводу жирности, и также этот тон прям нереально подчеркивает текстуру кожи, то есть если есть какие-то бугры на коже, какие-то шелушения, хоть что, любая текстура, морщины, поры, вот, дарите им, если хотите пожурить. И к этому тону Марио отлично подойдет в подарок пудра от Huda Beauty, вот именно прессованная. Все знают, все, кто меня смотрит, знают, как я люблю и обожаю рассыпчатую пудру от Huda Beauty, и, конечно, на радостях, когда вышла прессованная пудра, веселая, радостная, на душевном подъеме, побежала в Sephora убрать эту пудру, тут же ее взяла, прибежала домой, начала снимать обзор, и просто, и как я упала, вот знаете, в допаминовую мариинскую впадину, у меня такой был скачок радости, когда я ее купила, и каково же было мое разочарование, когда я ее, во-первых, нанесла, во-вторых, когда я ее поносила. Эта пудра, она, в принципе, ложится-то нормально, она довольно-таки невесомая, у нее неплотное покрытие, она такая серединочка на половиночку, и она очень деликатно ложится, я такая, ой, да все отлично, но она ничего не закрепляет, на ней лезет все, на ней отпечатывается тушь, на ней лезут тени, то есть вообще консилер скатывается, она вообще не делает ничего, даже делает хуже, поэтому вот тон марио, и вот эта вот пудра, и на лице будет просто вообще что-то непоправимое, вот в прямом и в переносном смысле. Ну и консилер от Гуччи, конечно же, консилер от Гуччи, разочарование, очень много было достойных консилеров, которые вышли в этом году, вообще было нереальное количество консилеров, каждый бренд выпустил по консилеру в этом году, давайте признаем, и консилер Гуччи вообще ни в какое сравнение с отличными консилерами не идет, с ним столько нужно танцев и плясок, он такой капризный, что за капризуля, я такое не люблю, во-первых, он очень тоненько ложится, и это неплохо, но его очень сложно наслаивать, и он как-то особо не перекрывает никакие вещи, которые нужно было бы перекрыть, плохо ложится, он не подружился ни с одним, с моим тоном, я его пробовала с двумя или с тремя тонами, и на этом моменте я уже плюнула, знаете, если ты такой капризный, то иди-ка к себе вы своясь, и я пошла его и вернула. Мне очень понравилась упаковка, понравился аппликатор, сама формула хорошо, там, тоненько ложится, но свойства не понравились, и никому я этот консилер не советую. Сейчас пройдемся по продуктам, которые, к сожалению, к сожалению, я себе оставила, не знаю почему, нужно было возвращать, мне иногда неудобно, и я тяну, и как бы уже, знаете, такая, смирюсь с судьбой, сижу вот с этими просто в кавычках богатствами, тушь от Худы. Также довольно-таки много туши вышло в этом году, новеньких, интересненьких, которые мне понравились, но вот тушь от Худы явилась исключением, я вообще ее не собиралась брать, но я посмотрела обзор одного из блогеров, которые я иногда плюс-минус смотрю, уже не смотрю, но до этого смотрела, потому что у нас как-то вообще взгляды не сходят, она рекомендует какие-то вещи, я их беру, и, короче, мне вообще ничего не нравится, и я просто понимаю, что у нас, ну, видимо, мы ищем разные вещи в косметике, и у нас совершенно разные там запросы в косметике, потому что вот это, это, конечно, нет. Называется это Худы Beauty One Coat Wow, она, в принципе, ложится как бы, ну, нормально, но ничего особенного, есть туши намного лучше, но она вообще не держится на глазах, она размазывается, и она растекается, для меня это проблема, у меня нависание есть на веки, и у меня жирные веки, я также ношу линзы, у меня, в принципе, глаза в течение дня не слезятся, но я очень, у меня очень активная мимика, я ржу, я смеюсь, то есть там рожи там пошли, и поэтому вот эти вот, знаете, как бы у меня постоянно ресницы задевают, как бы верхняя века, и там енот, там панда, вот как хотите, так и называйте, и это все не подтереть, и иногда бывает, что, ну, один раз подразмажется, подотрешь, но нет, это не перестает размазываться, и при этом, как бы не особо мне нравится эффект. Здесь заявлено, что с одного, с одного, с одной прокраски, с одного слоя у меня будет какой-то эффект вау, я никакого вау не увидела, ни с одного слоя, ни с двух, ни с трех, а увидела эффект, что вообще происходит с моими глазами после двух часов носки, когда у меня беда, беда, да и только на глазах, в общем, не советую, и вот после этого видео я, наверное, выкину, потому что я не представляю, как я ей буду пользоваться, если у вас вообще беспроблемные глаза, и на вас все держится, то как бы эта тушь нормальная, даже если бы она у меня не размазывалась, я не вижу в ней какого-то нереального эффекта, или нереального объема, чтобы прям, ну, бывает такое, да, что мне нравятся туши, которые сильно размазываются, и я поверх них могу нанести либо водостойкую тушь последним слоем, либо на кончики нанести тушь термостойкую, чтобы это все как-то получше держалось, но то, как размазывается эта тушь, не размазывается ничто, и она не дает мне такого эффекта, чтобы я вот там 300 слоев туши наносила, чтобы вот сохранить эффект от этой туши, потому что его нет, его нет, кому дарим? Дарим врагам, значит, с короткими ресницами, потому что она их нифига не удлинит, дарим врагам с жирными веками, у кого вот все размазывается, вам такие подходят и говорят, слушай, посоветуй какую-нибудь тушь, которая не размазывается, на мне все размазывается, такие, значит, так, падла, бери вот эту, бери вот эту, точно тебе понравится, отвечаю, зуб даю, и вот, отлично. Еще один полный провал этого года, это тени жидкие от Пэт Маград, конечно, поймала меня Пэт, вот это вот отсутствие каких-то маломальских свочей или неправдивые свочи в этом году меня просто прибили, что Пэт, что Наташа Динона, не знаю, куда, где подписывать, какую петицию подписывать, куда бежать, жаловаться, у меня, в двух оттенках я еще взяла, и я помню, что заказывала я с пылу, с жару, с сайта, то есть я даже не ждала, когда это все дело придет в Сифору, в Сифору, зачем? Были очень классные сверкающие свочи, и я думала, что это будут те жидкие тени, которые будут невероятно сиять на глазах, как вот специальные тени, там, прессованные, либо запеченные от Пэт Маград. Ну, конечно, я тут губу раскатала, размечталась, размечталась, фантазия разыгралась, я вам сейчас, у меня есть обзор на это нечто, вы вот видите, тут у меня еще свет как-то светит комплиментарно, но вот это вот все, и когда вот это вот растушуешь, тут какие-то непонятные блестки, там, что-то короче, на глазах это выглядит, знаете, так, посредственно. Вот слово для этих теней, они никакие, а особенно для Пэт Маград это вообще что-то, ну, недопустимое. Кто выпускает такой продукт? Если ты Пэт Маград, вот это вот должно быть нелегально для тебя, нелегально, потому что, ну, что это? У меня два оттенка, Luna Rose и Cosmic Chartreuse. Пользовалась я ими, по-моему, два раза, вот один раз я снимала обзор, и второй раз я одной из тенюшек пользовалась, ну, просто думаю, еще раз попробую, посмотрю, может быть, мне оно понравится, но это нет, знаете, это заставляет себя этим пользоваться, я их, конечно, оставлю, но, скорее всего, они просто будут валяться у меня в ящики, знаете, тухнуть, как протухнут, так я их и выкину, это беда, это я никому не советую брать. Дарить можно всем, потому что они, как бы, и сверкать не сверкают, ну, как бы наносятся, ну, как блестки какие-то, чопорные в них, короче, нет. Еще один неплохой такой подарок врагу, который можно, еще один неплохой подарок врагу, если враги у вас любят люкс, знаете, дарить, дарить ненавистной начальнице, такой вроде и Валентина, а вроде и фигня. Взяла я, тут же схватила на радостях, я помню, ждала я их долго, именно этот продукт, потому что я обожаю румяна Валентина в классической, вот, в прессованной пудровой формуле, там такие невероятные оттенки, там такие классные цвета, что, конечно, когда вышел анонс, я, знаете, начесно чесала и на низком старте ждала, когда, когда, когда. И все это было, ой, впустую. Упаковка шикарная, упаковка красивая, вот так достанешь, полюбуешься, и как бы на этом, знаете, вот, это максимум, что, это максимум удовольствия, которое вы получите от этого продукта. Во-первых, я не поняла аппликатор. Да, он выглядит интересно, да, он выглядит необычно, но зачем он нужен, какую функцию он несет, я не понимаю. Им удобно наносить продукт только на губы и то с натяжкой, потому что он твердый, то есть вы по губам, знаете, как таким маленьким шпателем, за счет того, что он твердый, он криво наносит продукт, видите, пляшиво, продукт наносится пляшиво, поэтому приходится вот наносить, этот шпатель там вам, значит, дорожки наделал, и потом либо вот таким делом заниматься, либо там кистью потушевать, но я обычно вот так, ну, и тип норм. Вот на губы я его использую, ладно, давайте сейчас подбешусь, что ли. На губах выглядит красиво, но сушит. Щеки я вообще это не рекомендую наносить, во-первых, как вы это нанесете, то есть нужно вот этой вот, значит, шпатлюшкой наносить 3 часа на руку, потому что продукта дается довольно-таки мало, потом кистью это набирать, потом на щеки, потому что вот так вот вы не нанесете, там у вас будут полосы. Вот этот шпатель, пока вы наносите, он настолько твердый, он вам снимает просто тон. Короче, дел к ночи. Дарим мне, любимая начальница. Еще один продукт, ТикТок вот мне его нахвалил, я с дуру пошла брать, хотя знаю, что я такой не очень люблю, но я не понимаю, кому он, блин, нравится. Это новый карандаш для бровей от Cosas, я взяла в оттенке taupe, или taupe, и он называется Ultra Fine Detailing Pencil, то есть я знала, что он какой-то нереально тонкий карандаш, но он настолько тонкий, что его там под микроскопом не разглядишь. Я не знаю, у кого есть такие брови, знаете, где нужно вот типа там два раза провести этим карандашом, и все готово, потому что, вот смотрите, вы видите линию? Вы их видите? Что? Пока нарисуешь этим карандашом брови, уже составишься, в депрессию упадешь в 300 раз, уже пропустишь все свои мероприятия, там работа, или куда ты собрался идти, плюнешь на это все дело, потому что, то есть им мне накрасить бровь нереально. Вы можете сказать, ну Вита, у тебя там брови полулысые, тебе нужно много продукта наносить, а вот много вы людей встречаете, у которых прям, знаете, такие идеальные брови, потому что если у них идеальные брови, можно просто гель накрасить и пойти, тогда зачем им нужен этот карандаш? В общем, блогерша, которая рекомендовала его в ТикТоке, она красит себе брови, и она их там все начесывает, и вот типа она там, ну, три раза подкрашивает, ну типа, ну окей. Но мне кажется, количество людей, которым подойдет этот карандаш, оно вообще стремится к нулю, плюс, плюс, линия настолько тонкая, как бы, что, опять говорю, сколько этих линий провести, за счет того, что карандаш очень тоненький, чтобы он не ломался, он должен быть твердым. Этим карандашом себе можно не просто, знаете, нарисовать брови, их можно себе нацарапать, и скорее всего так у вас и получится, потому что, чтобы он отдал цвет, я помню, я так себе нацарапала бровь, у меня бровь была, блин, красная, что это такое? Я, короче, вообще его не поняла, никому не советую, и вот это, ну, я, конечно, постараюсь закончить, но зачем, для чего, кому, вопрос все философские. И покажу два продукта, я не уверена, вышли они в прошлом году или нет, но я их попробовала, к моему великому сожалению, в прошлом году, и они мне не понравились. Это пудра от Pet Magrat в оттенке Light, которая Skin Fetish, рассыпушка. Она бездушно сушит, она высушит там вам все, и знаете, она сушит до такой степени, что вот ее, когда нанесешь, я тут же, я вот ее когда наношу, я уже такая держу, знаете, спрей, потому что только нанесешь, там от сухости аж жечь кожу начинает, и там приходится поливаться, ну вот, и таким макаром, короче, я ее наношу только на прям самые жирные участки, мне кажется, она подойдет только какой-то очень жирной коже, вот, ну, прям сильно, ну, как бы зачем, я не понимаю, если просто можно взять пудру от Huda и пользоваться ей. Короче, она мне не понравилась, вот у меня еще полная бодя лежит, ждет своего часа, не дождется. Покажу вам аромат, от которого меня просто тошнит и выносит, я вот только на него гляну, у меня уже позывные начинаются. Не могу. Он мне попался в каком-то наборе бестселлеров Сифоры, и там была такая, знаете, сборная солянка, там в основном был косметоз, был какой-то уход, и было вот это чудо. Я о нем очень много слышала, народ его рекомендует, и я подписана на некоторые аккаунты в ТикТоке, где девчонки рекомендуют разные ароматы. И вот этот вот аромат очень часто рекомендуется, знаете, для любителей такого типа аромата, без аромата, типа аромат своего тела. Ну, во-первых, он называется Missing Person, и это типа запах твоего любимого человека, запах там любовника, знаете, по которому вы скучаете. Но также это можно перевести как тип человека, которого ищут. То есть название немножечко такое, знаете, ну, двоякое, и название у меня не вызывает позитивные эмоции, потому что когда я вижу Missing Person, это значит, что типа кого-то разыскивают, обычно это какие-то дети, подростки, знаете, которые убежали из дома, пропали. Украли которых. Ну, что это такое? Что за название? Я такая, я не хочу пахнуть, как человек, которого разыскивают. Спасибо, не надо. Я, в принципе, понимаю, почему многим он нравится, потому что у него, знаете, такой запах, типа близкий к телу, какой-то цветочный. Мне он пахнет присыпкой детской, и пахнет, знаете, такими, ну, не совсем вонючими, но такими подванивающими, короче, подгузниками. Я же просто спец с подгузником. Но вот какие-то, знаете, сладковатые, какой-то вот он такой сладковатый, но при этом непонятный. Знаете, когда вот вы что-то нюхаете, и вы понимаете, вроде пахнет приятно, но вы понимаете, что там вонь где-то зарыта, и вы не понимаете, а почему? А почему так воняет? В общем, настолько это не мой аромат. Я не могу находиться рядом с людьми, которые его носят. Я вообще не могу рядом с ним находиться, но я не знаю, что с ним делать, потому что я его не хочу ни дарить, ни отдавать, потому что я не хочу, чтобы моему окружению никто им пользовался, и мне даже выбросить его, ну, не хочется, потому что у меня начинается паранойя, мне кажется, вот это кто-то же найдет и будет этим как бы брызгаться, и это значит, что кто-то вот будет вонять этим. То есть вот такие параноидальные мысли у меня, настолько он мне не нравится, поэтому это, знаете, такое, вот этот подарок врагу, он такой, в двух концах, то есть нужно дальнему врагу дарить, дальнему, чтобы он в вашем окружении не был, потому что вот если вы подарите, этот человек будет брызгаться вот этим, это же вы будете это все терпеть, это же вам это все слушать там, все это вот такой подарок врагу из другой страны, врагу, который живет на другом конце света, вот так вот. Ну вот и все, на этом закончился мой шуточный список подарков врагам, скажите, что-нибудь вы себе приметили, может быть, вам что-то из этого списка нравится, напишите об этом, если это так, если же вы разделяете мои чувства и эмоции, то давайте тоже в солидарность выскажите в комментариях, и спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео, я вас всех люблю, целую, обнимаю, и всем до скорых встреч, и пока-пока!